Ну что же, всем привет! С вами снова канал CryptoNews, меня зовут Юрий. Думаю, данный ролик будет достаточно непродолжительным, займет не более 5-7 минут вашего времени, потому что сегодня мы вкратце обсудим достижение такой цели токена Shiba Inu как 1 цент. Об этом мечтают многие холдеры данного проекта, и сегодня я решил поговорить об этом достаточно вкратце, объяснить вам, какая капитализация должна быть у данной монеты и при каких реалиях это в принципе возможно. И, соответственно, сравним это все дело с фондовым рынком. Ну а перед началом ролика, по традиции, хочется напомнить вам, что не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Не забывайте, друзья, что именно вы двигатель моего канала, что вы помогаете ему развиваться намного быстрее, а меня стимулируете на создание новых и интересных видео. Огромное спасибо вам за всю проявленную активность, за каждый написанный комментарий, за каждый поставленный лайк, соответственно, подписку и просмотр. Также не забывайте, что в описании под видео есть две телеграм-ссылочки. Первое, это, соответственно, крипто-чат для энтузиастов, где вы можете зайти, пообщаться на тему криптовалют, поотвечать на какие-то вопросы, я там периодически отвечаю на какие-то вопросы, ну или же задать свой какой-то интересный вопрос, на который вам могут ответить пользователи. Вторая телеграм-ссылочки, это крипто-новости, я их публикую достаточно регулярно, все самые свежие и топовые новости из мира криптовалют, поэтому если вы хотите быть в курсе самых свежих и классных новостей, то сами знаете, где искать, все ссылочки находятся в описании под роликом. Начать данный ролик хотелось бы именно с того, что все больше начинаю понимать, что новички, которые заходят на крипторынок, не понимают элементарных вещей. Допустим, это то, как формируется рыночная капитализация любого крипто-токена. Но в данном случае это токен Shiba Inu. Рассмотрим сегодня на примере его. Смотрите, формула очень простая. Нам просто нужно умножить, соответственно, актуальную цену на сегодняшний день на количество монет, которые находятся у нас в обращении. Так мы получим рыночную капитализацию данного проекта. Давайте это рассмотрим на примере. Берем, соответственно, актуальный прайс, умножаем это все дело на количество монет, которые есть у нас на сегодняшний день в обращении, и получаем вот такую вот капитализацию. Да, есть небольшая разница. Объясню сейчас почему. Во-первых, потому что CoinGeek не обновляет информацию, настолько актуально. То есть мы даже сейчас нашли более актуальную, соответственно, рыночную капитализацию, соответственно, если смотреть по этому прайсу. То есть у нас получается 4 миллиарда 449 миллионов долларов и так далее. Вот мы как рассчитали, собственно, эту рыночную капитализацию. Если вы не знали, то запомните, это вам по-любому пригодится. Теперь давайте же рассмотрим, какая капитализация должна быть у Shiba Inu, чтобы она стоила 1 цент. Смотрите, то же самое. Берем 1 цент, соответственно, этот прайс, и умножаем на количество токенов, которые есть у нас на сегодняшний день в обращении. Это 497 миллиардов токенов. И получаем такое неутешительное число. Сразу не пугайтесь. 4 триллиона долларов, 977 миллиардов, 309 миллионов, 666 тысяч, 303 доллара. Чтобы вы понимали, если вы сейчас ничего не понимаете, Shiba на данный момент имеет 4 миллиарда долларов по капитализации. То есть, соответственно, чтобы ей преодолеть 1 цент или хотя бы на него взобраться, ей нужно дополнительно еще набрать 4 триллиона долларов. Это огромное число. Сейчас объясню, почему. Соответственно, еще 973 миллиарда долларов, с учетом того, что у нас 4 уже, соответственно, есть. И отсюда это просто вычел. Ну и давайте теперь взглянем на, соответственно, общую рыночную капитализацию за все время криптовалют. Вот, опять же, хочется вам просто сказать, что я не верю в нынешних реалиях крипторынка, что такое возможно. Сейчас я вам это объясню, почему. Ну, именно конкретно в краткосроке. Не знаю, через пару лет, возможно, когда-то там. Короче, сейчас мы это все дело обсудим. Смотрите, получается, общая рыночная капитализация у нас в 2018 году под конец бычьего цикла была 852 миллиарда долларов. Хочу просто обратить внимание, что это даже не триллион, который должен Шиба набрать, а там их целых 4, условно. Даже если так посмотреть, то в целых 5. Но на сегодняшний день у нас был пик в 2,5 триллиона долларов, вроде 2,7 даже, если я не ошибаюсь. Но это общая капитализация. Я просто хочу вам напомнить, что даже биткоин, но он забрался за 1 триллион долларов. Да, было такое дело. Но при этом даже сам биткоин не имел у себя такой рыночной капитализации. Поэтому, если вы говорите о Шибе, как в краткосрок получить 1 цент, такого не будет, ребят. Я не хочу расстраивать, понимаете, я хочу образовывать вас и, скажем так, наводить на правильные мысли, чтобы вы рассчитывали риски. Чтобы понимали, что в нынешних реалиях невозможно Шибе получить 5 триллионов долларов капитализации. Вот смотрите, элементарно тот же самый биткоин на сегодняшний день имеет 683 миллиарда долларов. То есть, для того, чтобы Шиба стоил 1 цент, биткоину как минимум нужно иметь, я там не знаю, 20-25 триллионов капитализации. Да даже больше, потому что условно такую капитализацию в 5 триллионов долларов, тогда ты сможешь только поиметь там условно тот же самый эфириум. Это такое промывающее видео. Но, ребят, понимаете, если вы не будете образовываться и просто говорить об одном центе, как о краткосрочной перспективе, и не понимать, что сколько же для этого нужно капитализации, то вы, соответственно, будете просто мечтать, и эта цель, она будет недостижимой, вы просто потеряете свои деньги. Вот и все, ну, в краткосрочной перспективе, по крайней мере. Смотрите, по капитализации фондовому рынку, да, тут учитывается 4930 компаний. Здесь они имеют суммарно 91,5 триллиона долларов на сегодняшний день. Рост, конечно, у них был за последние там условно 17 лет. Дело выросло с 30 триллионов долларов до 94. Вот, ну, такой вот прогрессивный небольшой рост. Но мы видим интерес в нынешних реалиях, потому что все-таки, сами видите, всю эту ситуацию с инфляцией, которая происходит. Люди все-таки начинают понимать, что нужно куда-то вкладывать. Теперь давайте, соответственно, к этим компаниям. Смотрите, для того, чтобы Shiba, соответственно, стоить цент, ей нужно как минимум перепрыгнуть в такую корпорацию, как Apple и Microsoft вместе взятые. Потому что они имеют условно, я вам просто, к примеру, показываю. Они имеют 2 триллиона, соответственно, долларов по капитализации. Ну, и, соответственно, Microsoft имеет 1,8 триллионов долларов. То есть, считайте, им надо вот как-то в совместку, даже, наверное, с Amazon вместе, чтобы вы понимали, перепрыгнуть вот 3-й компании, чтобы Shiba стоила 1 цент. Я понимаю, что я сравниваю такие несовместимые совсем вещи. Но вы тоже понимаете, что компания Apple, это техника, которая есть во всех магазинах, они имеют 2 триллиона долларов по капитализации. Microsoft, если вы сидите с ПК, ну, тоже о чем говорить, тот же самый Xbox и так далее. То есть, соответственно, вы понимаете, какие продукты производят данные корпорации. И Shiba, монетки, фановые, мемные, нужно перепрыгнуть Amazon, Microsoft и Apple вместе взятых. То есть, вы себе это видите в краткосрочных реалиях, просто задайте сегодня себе этот вопрос. Я говорю это не с негативом, ребят, я хочу, чтобы вы образовывались и понимали, от чего формируется цена. И все-таки, какое это большое и колоссальное количество, понимаете, просто 4,5 триллионов долларов. Тот же самый Bitcoin сегодня имеет 683 миллиарда долларов. Когда вы мечтаете, вы развиваетесь и понимаете, что нужно для достижения, соответственно, такой цели для вашей любимой монетки. Может ли это быть, вот задумайтесь элементарно, может ли быть, если вы все-таки верите в такие перспективы. А это не ближайший год, понимаете, то есть, ну, крипторынку нужно очень сильно вырасти. Крипторынок на сегодняшний день имеет условно, ну, вы сами видели, 1,6, соответственно, триллиона долларов. То есть, даже если все вместе, скажем так, ну, просто в шутку предполагаю, перельются все в шибу, ей все равно не хватит для того, чтобы вырасти к одному центу. Вот, то есть, ну, это нужно осознавать, это нужно осознавать, понимать, иначе понимаете, вы будете терять свои деньги. Самое главное образовываться и понимать все-таки, где и за кем правда. Единственное, что я хочу вам показать, это, соответственно, если смотреть все компании, с учетом, соответственно, драгоценных металлов и биткоинов. Вот, смотрите, биткоин у нас находится на 10-й позиции, да, по мировой капитализации. На первом месте у нас находится, смотрите, золото, 12 триллионов долларов. То есть, опять же, потом идет Apple, какая-то компания, скорее всего, которая добывает нефть. Я просто, на самом деле, не интересовался, поэтому не буду сейчас ничего лишнего ляпать, чтобы потом, как говорю, с полными штанами говна не бегать. Amazon, ну, альфабет, это Google, соответственно, серебро, Facebook, Tencent и биткоин. Понимаете, сейчас для того, чтобы шибе, условно, преодолеть отметку в 1 цент, она должна встать между золотом и Apple. Вот где-то здесь, получается, занять второе место. И еще раз задать себе этот вопрос. В краткосрочных реалиях это возможно? Я думаю, конечно, это в какой-то степени разочаровывает. Но, ребят, не разочаровывайтесь, потому что все-таки большая инфляция. Рынок, он постепенно прогрессирует, он растет. И рынок криптовалют, он в целом молодой, понимаете. Сегодня мы имеем там, условно, полтора триллиона капитализации. Я все-таки считаю, что рынок в целом, криптовалют, он очень молодой. И ближайшая по нему цель, это, соответственно, если биткоин будет достигать 100 тысяч долларов, это цель в 10-15 триллионов долларов. Да, это, конечно, не позволит шибе вырасти к одному центу, но все же очень хорошо пододвинет ее вверх. И вы сможете так или иначе заработать, если все-таки, ну, вот так оно сбудется. Потому что я все-таки считаю, что большинство криптовалют, они все-таки постепенно внедряются в нашу жизнь. Та же самая новость, которую я постил в свой телеграм-канал, да, это то, что Coinbase интегрировал свою карту в Apple и Google Pay. Все это постепенно подходит. И они то же самое писали, что это только начало, что они продолжат создавать новые способы максимизировать крипто и легко его использовать в повседневной жизни. Это, на самом деле, очень круто. Все больше проектов криптоиндустрии развивается, поэтому крипто-рынок молодой. Если вы верите в такой токен, как SHIBA, забудьте про него, оставьте его на пару лет, возможно, это даже десяток, а то и более. Пусть он просто лежит, знаете, авось, когда достигнет там одного цента. Просто, понимаете, не у каждого хватит сил продержать этот токен 10 лет или 15 лет. Также новость про DogiCoin. Это то, что Coinbase Pro листит к себе DogiCoin. Достаточно позитивные новости, на самом деле. Но, опять же, хочется напомнить, для тех, кто хочет проспекулировать и заработать, соответственно, забыл упомянуть, что Coinbase это третья по величине биржа по объемам, соответственно. Это очень большая биржа. Но те, кто хочет проспекулировать и заработать, соответственно, не забывайте, что все-таки, конечно же, торги начинаются с больших объемов, но потом это может привести к потере, соответственно, вашему капиталу, потому что не стоит забывать, что, конечно, монета листится на биржу, Она в краткосрочной перспективе в течение часа может, конечно, стрельнуть и выстрелить. Но с Dogecoin нам это будет намного сложнее сделать. Опять же, потому что его рыночная капитализация составляет 49 миллиардов долларов. Да, он поднялся на 15% и, соответственно, может еще, соответственно, подрасти. Но я думаю, что после листинга начнутся торги. И вот как раз-таки потом это все дело может загаснуть и уйти на такую непродолжительную коррекцию. Поэтому будьте, ну, как бы максимально аккуратны. Потому что очень много людей думают, что все, она залистилась и будет расти. Но как бы не так, потом начинает сливать, сливать, сливать. И все это дело, конечно, нехорошо заканчивается. Поэтому лучше просто халдите, просто держите. Если не знаете, что с этим делать, в общем, собственно, и все. Поэтому, ребят, не забывайте образовывайтесь. А также не забывайте поставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Если данный ролик вам показался интересным и информативным. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте, что вы двигатель моего канала. И я заранее благодарю вас за всю проявленную активность. Всем до встречи и всем пока-пока. Всем профита.